здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика посмотрев данное видео вы поймете что электробезопасность превыше всего сегодня я расскажу вам подробности про несчастный случай который произошел с двумя электромонтерами на главной распределительной подстанции горы у 10 киловольт естественно что их фамилии название предприятия и подстанции я озвучивать не буду по понятным тому причинам но мы обозначим этих электромонтеров буквами первого электромонтера обозначим буквой а второго электромонтера обозначим буквой b сразу возьмите себе на заметку то что возраст электромонтеров по эксплуатации распределительных сетей составляет от 47 до 50 лет а стаж их работы по специальности в среднем составляет около 20 лет у каждого то есть понимаете что это уже достаточно опытные работники и так как все произошло за несколько дней до несчастного случая на фидере номер пять проводили работы по тепловизионной диагностике электрооборудования у меня кстати на канале имеется даже не одно а несколько видео о том как проводится тепловизионная диагностика и какие интересные моменты и неисправности можно выявить с помощью этой диагностики очень интересно рекомендую посмотреть так вот во время работы как раз таки и был выявлен нагрев контактных соединений масляного выключателя естественно что для устранения данного нарушения запланировали вывести в ремонт данный фидер ремонтеры по эксплуатации распределительных сетей еще раз напомню что мы их обозначили буквами а и б ну или проще сказать это оперативный персонал получили задание по телефону от мастера смены вывести фидер номер 5 в ремонт порядок проведения переключений выполнялись по бланку прошу и на это тоже акцентировать внимание то есть бланк переключений у них имелся электромонтеры согласно бланка сначала отключили масляный выключатель фидера номер 5 после этого сняли предохранители питания цепей соленоидов включение привода масляного выключателя и вывесили запрещающий плакат не включать работают люди на колодке снятых предохранителей все фотографии естественно что были сделаны уже после аварии поэтому не удивляйтесь что где-то имеются следы нагара и тому подобное после этого электромонтеры приступили к отключению линейного разъединителя лр фидера номер 5 и после этого на рукоятку привода линейного разъединителя вывесили запрещающий плакат не включать работают люди далее электромонтеры направились в ячейку масляного выключателя фидера номер 5 зашли в нее проверили отсутствие напряжения указателем высокого напряжения увн на таковедущих частях со стороны линейного разъединителя лр и установили переносное заземление номер один далее электромонтеры передвинулись вглубь ячейки масляного выключателя закрепили зажим переносного заземления номер два кроме выключателя и подготовились к установке переносного заземления номер два на таковедущие части выключателя со стороны шинного разъединителя по схеме шинный разъединитель шеер который внимание находился включенным и под напряжением 10 киловольт произошло короткое замыкание что вызвало образование электрической дуги в ячейке масляного выключателя и срабатывание устройств релейной защиты вот на этой самой фотографии как раз таки изображено поврежденная электрической дугой переносное заземление номер два одним зажимом закрепленная за заземленную раму масляного выключателя и устанавливаемая на шины 10 киловольт со стороны шинного разъединителя шеер после случившегося электромонтер б добежал до телефона и сообщил сменному мастеру что они попали под напряжение получили ожоги и им требуется скорая медицинская помощь вот такой вот случился несчастный случай на одной из распределительных подстанций а теперь давайте разберем ошибку какую же ошибку и где именно совершили электромонтеры а совершили они грубейшую ошибку что пропустили операцию в бланке переключений по отключению шинного разъединителя шеер вот и все а далее не проверив отсутствие напряжения на таковедущих частях стали накладывать на них заземление переносное заземление номер два в прошлый раз я вам рассказывал про тяжелый несчастный случай в электроустановке напряжением 0 4 киловольта там электромонтер работник применял не соответствующие средства защиты так вот здесь я хотел бы акцентировать внимание на применяемых средствах защиты а именно пострадавшими применялись исправные огнестойкие средства защиты это костюмы из ткани номекс подшлемники каски щитки ботинки перчатки согласно утвержденных норм выдачи сиз кстати об испытаниях костюмов номекс у меня на канале тоже имеется очень интересное видео посмотрите в каких условиях и на каких установках испытывают данные костюмы очень интересно в процессе осмотра термостойкого комплекта электромонтера а были установлены следующие факты щиток термостойкий поликарбонатный с термостойкой окантовка производства uvex деформировался вследствие термического и механического воздействия цвет щитка черный окантовка не оплавилась крепление деформировалось полу ботинки кожаные черного цвета с черными шнурками на правом ботинке шнурки прогорели о чем может сделать предположение что они выполнены не из термостойких материалов сами ботинки же не содержит явных следов термического воздействия брюки термостойкие мужские и темно-синие выполнены из стопроцентного аромидного волокна наблюдается изменение цвета и уплотнение материала то есть карбонизация это произошло вследствие термического воздействия на брюках явно прослеживаются следы полностью застегнутой куртки рация полностью обожжена электрической дугой в процессе осмотра термостойкого комплекта электромонтера b были установлены следующий факт на левой ягодицы брюк имеется сквозное отверстие прямоугольной формы размер примерно два с половиной 2 вызвано механическим воздействием в брюки вставлен ремень красного цвета выполнены предположительно из стропы данный ремень со стороны спины приклеился к брюкам по поясу брюк со стороны спины обнаружены следы оплавления легкоплавких материалов связи с тем что пояс по всей окружности брюки изменил свой цвет и уплотнился карбонизировался можно сделать предположение что пострадавший резко наклонился вниз три воздействия электрической дуги вот такой вот несчастный случай произошел на одной из распределительных подстанций распределительных устройств напряжением 10 киловольт слава богу что без серьезных последствий и благодаря применению соответствующих средств защиты чего еще раз напомню не было в первом случае про который я рассказывал ранее там человек использовал костюм обычный костюм от общепроизводственных загрязнений здесь же оперативный персонал был полностью снаряжен соответствующими костюмами масками касками нательным бельем ботинками термостойками и тому подобное в общем хочу еще раз вам напомнить что электробезопасность превыше всего делайте выводы на основании рассмотренных мной случаев учитесь на ошибках других если у вас остались какие то вопросы по видео то задавайте их в комментариях ну на этом все кому понравилось видео обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал впереди будет много еще всего интересного но с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч до новых встреч